И всем привет, ребят! С вами Старбайк, и здесь еще записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашим обновлениям. Сегодня у нас четверг, 4.40 на момент записи этого видеоролика. И сегодня вместе с вами мы пройдемся по всему тому, что у нас появилось в игре на момент нашего четверга, что у нас завтра будет в игре. Если вам подобного рода видеоролики нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на канал, ну и, конечно же, не забывайте про розыгрыш по тайгу на 1 миллион кристаллов на 15 тысяч танкойнов. Для этого в аккаунтике устанавливайте его личные такты, а дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Уже с завтрашнего дня стартует у нас день НЛО. Именно он появляется у нас без никакого дополнительного списка обновлений, что меня, если честно, немножко удивило, поразило. Ну и есть у нас новые контентовые 30% скидки. С 30 июня, именно завтрашнего дня, по 10 июля этот ивент пройдет. Также будут у нас добавлены два спецрежима. Первый спецрежим НЛО на безумки на хоппера рикошетах космический. Ну и второй специальный режим «Метеоритный дождь». Каждый сам за себя. На парме Рио колхозе. Любая карта, любой режимчик с, я так понимаю, повышенными тоже золотыми ящиками. Специальные предложения. Пятикасиковые, вкусные. Также спецушка для новозарегистрированных аккаунтов за 390 танкойнов, 7 дней према, краска новобранец, 15 ультра. Также спецушка за 2к с одним нембрет, только према и 15 контейнерами. И спецуха за 20 тысяч с 250 ультраконтейнерами. Также в ультраконтейнерах появляется «Мамонта Страйкер Ультра». Новое устройство на Страйкер. Честно, мне даже интересно, есть ли информация по поводу этого устройства уже на Википедии нашей игры. Как оно работает, было бы очень интересненько узнать. Так, где у нас Страйкер? Страйкер, Страйкер. Нет, я так понимаю, что устройства пока что у нас здесь не добавили. Ну и пачки особых миссий, которые можно будет также выполнять. И новый элитный пропуск с новыми скинами. И это скин «Твинс РФ». «Твинс РФ». Я, если честно, не знаю, есть ли у меня такой «Твинс». А, мне кажется, что у меня он есть. Нет? Или же... Это же не новый, получается, скин. Это же скин, который уже был, если я не ошибаюсь. Да, этот скин у меня уже есть. А, это РТ. А там какой-то другой, значит, да? А, какой-то новый, короче, «Твинс» у нас будет, значит, в игре уже с завтрашнего дня. Как раз-таки в элитном пропуске. За полторы тысячи можно будет его приобрести. И набить надо будет сколько? 900 тоже звезд. Метеориты в боях, двойные фонды и опыт, мегаголды, ну и праздничное оформление. Что самое печальное, чего я здесь не вижу, а я не вижу мини-игры. И это, конечно, максимально-максимально грустно. Потому что, если честно, я в рамках этого дня НЛО надеялся именно на мини-игру. Потому что у нас на тесте появлялись супермиссии. Ну и, в принципе, НЛОшная движуха всегда включает в себя возможность проведения таких мини-игр. Ну и я, если честно, думал, что мини-игра контентовая новая у нас появится. То есть не появится вот этот вот замечательный элитный пропуск, а появится как раз-таки мини-игра, в которую я смогу вбухать хорошее количество кристаллов, ну и, соответственно, дать вкусненького контентика. Но никакой мини-игры у нас нету. Появляется, грубо говоря, дефолтный ивентик со скидочками, ну и со спецрежимчиками. Поэтому я, если честно, грустно смотрю на всю эту ситуацию. Потому что я, если честно, ждал мини-игру. Ну, как-то так, как-то так. Вот такая вот движуха, вот такие вот пирожки. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Пишите, как вам этот ивент, исходя из той информации, которая есть. Ну и пишите, ждете ли вы обзор устройства нового на Striker. Хотели бы уже завтра, возможно, его увидеть. У меня, конечно, не будет возможности там с утра его тушануть, но ближе к вечеру, я думаю, что это устройство уже можно будет протестировать и записать как раз-таки видеоролик. Ну и пишите, как вам вообще в целом этот ивент. Обязательно поддержите данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Подписывайтесь также на тележечку, где вся информация по стримам выходит. Ну и весь лайв-контент и чек. К слову, в 6 часов вечера стараюсь на сегодняшний момент времени запускать стримы. Поэтому, если что, знайте, в 6 часов вечера стримасик на каналчике должен быть. Ну и, по крайней мере, по будним дням. Ну и пишите, что вы думаете по всему этому моментику. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.